Сегодня в программе «Простые вопросы» кандидат биологических наук Максим Скулачёв. Вместе со своим отцом, академиком Владимиром Скулачёвым, последние десятилетия разрабатывает лекарства от старения. Кажется, нам удалось подобрать один из ключиков к проблеме старения. Приличным людям стало разрешено и заниматься только лет 5-10-15 назад. Не надо путать борьбу со старением и борьбой за бессмертие. Это две абсолютно разные вещи. Максим Владимирович, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Я в первую очередь хотел объяснить, наверное, телезидителям, где мы находимся. Это Московский государственный университет, химическая лаборатория факультета биоинженерии и биоинформатики. Да, да. И нашего проекта по синтезу митохондриальных лекарств. Ну, не начинайте пугать раньше времени словами. Но вот, посмотрите, поводом к нашей встрече послужило небольшое интервью в рамках ток-шоу. И, знаете, оно заинтересовало меня и очень многих, кто видел этот небольшой отрывок из интервью. Итак, вы вместе со своим отцом, он вообще практически всю свою жизнь занимаетесь тем, что пытаетесь найти и выработать лекарства от старения. И насколько мне известно, в общем-то, опыты уже прошли на животных и сейчас на добровольцев в Соединённых Штатах Америки. Итак, близко ли это лекарство? Ну, в общих чертах правильно. Единственное, что, конечно, самые интересные исследования на добровольцах ведутся в России. А тут мы и дальше всего продвинулись. Но исходная идея в том, что, кажется, нам удалось подобрать один из ключиков к проблеме старения. Во всяком случае, на животных это вещество прекрасно работает. И мы набрались наглости и решили попытаться перевести это уже в применение на человеке. И тут, конечно, это всё очень сложно и с кучей ограничений и технических всяких проблем. Но мы их одну с другой решаем. И вот в этом году уже начали клинические исследования этого препарата на добровольцах в одной из московских больниц. Ну, тут ещё должен сразу сказать, что наше вещество, оно в нескольких формах существует. И, например, в форме для местного применения в виде глазных капель, оно уже даже одобрено Минздравом, уже прошло... Я знаю, что ваш отец на себе опробовал и даже остановил там какую-то необратимую болезнь. Да, катаракту. Но он вообще склонен к экспериментам, как вообще большой учёный. И как только у нас первый прототип глазных капель появился, у него очень большие проблемы с глазами, он, естественно, тут же начал их капать себе. И вот уже много лет он держит глаз начальной катаракты в отличном состоянии. Ну, посмотрите, всё-таки вокруг так называемой, скажем, таблетки бессмертия или лекарства от старения на протяжении столетий, да, может быть, даже тысячелетий было очень много изысканий. Все люди, которые занимались бессмертием, умерли в итоге. И, в общем, что называется, тема сама по себе такая из разряда билетристики. Безусловно. Да, но я советовался с врачами, учёными, они говорят, что ваши исследования заслуживают особого внимания. И так, в общем, в чём, если очень просто попытаться объяснить, в чём принцип действия вот этого так называемого Иона Скулачёва, потому что я уже не могу выговорить эту терминологию. Да, это на самом деле довольно сложная биология. И вы совершенно правильно сказали, что вообще это такая очень спорная область борьбы со старением. Вообще ей так приличным людям стало разрешено и заниматься только лет 5-10-15 назад. До этого момента, поскольку никакого нормального подхода к этой проблеме не было, человек сразу попадал в категорию каких-то шарлатанов или заблуждающихся иногда искренне замечательных людей, но которые ничего практически предложить на самом деле не могут. А эта ситуация меняется. Уже как более-менее признано всеми учёными, что со старением в принципе что-то можно сделать. А некоторые экстремисты в этом области, в хорошем смысле, такие как мой отец, они заявляют, что просто это уже превратилось в техническую задачу. Уже понятно, что надо сделать, только осталось сообразить, как. Так вот, по поводу того, что нужно сделать, чтобы замедлить старение. У нас есть рабочая гипотеза, что старение в нашем организме запрограммировано. Что мы умираем не просто так, потому что дальше не можем жить, а нам под природой, или кто уж там сверху это планирует, отведено определённое время, и в определённый момент запускаются процессы, которые в конце концов сводят нас в могилу. То есть наше тело совершает своеобразное биохимическое самоубийство. И это, в общем-то, часть природного такого круга, для всех это совершенно понятная вещь. Это, ну, как мы рождаемся, растём. Весна, лето, осень. Да, да. Это результаты работы некой биологической программы. И, с одной стороны, это очень мрачно, потому что, получается, что мы такие все самоубийцы. Но, на самом деле, если это правда, это ещё и гипотеза. Ну, очень много есть подтверждений тому, что это так. Если это так, то это очень хорошая новость, потому что, раз это программа, то для того, чтобы продлить молодость, не сделав бессмертным человеком, про это отдельно нужно сказать, что не надо путать борьбу со старением и борьбой за бессмертие. Это две абсолютно разные вещи. Так вот, чтобы продлить молодость, достаточно помешать работать этой программе, что-то испортить. Испортить работу этого механизма. А портить мы уже умеем. Биологи ещё ничего не умеют создавать, это слишком сложно. Это уму непостижимо, как работают биологические системы. Но чтобы сломать радиоприёмник, вам не нужно знать, как он работает. Достаточно иметь молоток. И вот это совершенно переворачивает подход к борьбе со старением. Нам нужно просто помешать работе природного механизма. Там будем жить лучше и дольше. И вот, в общем, вы нашли этот механизм, который опытным путём, насколько я читал, значит, мышки, на которых проводят опыт, они, в общем-то, умирают, ну, чуть позже, но умирают в хорошем состоянии. Да, вот опять же, эти мыши не стали бессмертными, которые принимали это вещество. Я отдельно расскажу, как вещество работает, постараюсь максимально, понятно. Так вот, мыши, принимавшие это вещество, они умирали более-менее в тот срок, который им было отведено. Но процесс старости у них конденсировался в очень небольшой промежуток времени. Они жили молодые-молодые очень долго, а потом сгорали, на самом деле, от вполне определённой болезни, очень быстро. И в результате, если, ну, дай бог, чтобы это повторилось на человеке, получится, что мы где-то удвоим свой период молодости. Но самое важное, не будет такого печального существования последние годы. Во всяком случае, так долго. И, кроме того, всё-таки мыши начинали массово доживать до предела своей продолжительной жизни. А для человека это очень многое. Это, между прочим, 120 лет. То есть наша задача, как мы себе её видим, дай бог, опять же, хоть на 10%, чтобы получилось так сделать, но чтобы люди массово доживали до 120 лет, и там в 80 лет ещё играли в футбол и волейбол. Как это работает? Ну, пропуская большой кусок науки, внутри каждой из нашей клетки есть своеобразные электростанции. Специальные органеллы, вот у нас с вами органы, а у клеток органеллы, которые обеспечивают нас энергией. Они называются митохондрии, и там происходит сжигание питательных веществ в кислороде. И из-за этого, собственно, мы и можем жить, из-за этого у нас есть энергия. Так вот, выяснилось, что в этом процессе митохондрии зачем-то постоянно синтезируют небольшое количество яда, свободных радикалов. И чем мы старше, тем больше этого яда синтезируется. Вот зачем они это делают? В принципе, этого можно было бы избежать. Это совершенно необязательно их свойство. Но, тем не менее, они постоянно нас отравляют. И с возрастом всё сильнее и сильнее. И вот мы считаем, что это и есть проявление работы той самой программы старения. Это одна из функций митохондрии не только обеспечивать нас энергией для жизни, но и убивать вовремя. И вот это мы пытаемся сломать. Я читал некоторое ваше интервью и видел интервью вашего отца. И он говорит о том, что есть существа на Земле, которые, в общем-то, и не стареют. И в силу разных других причин, например, киты или крокодилы, или вот огромные черепахи, а уже киты умирают, что называется, они просто слепнут и там на что-то натыкаются. Это гипотеза или это... Нет, это, конечно, гипотеза. На самом деле очень тяжело изучать китов, особенно всю жизнь, и выяснить процесс их смерти. Но тут есть совершенно изумительное, наше любимое уже тотемное существо, называется голый землекоп. Это грызун. По физиологии, размеру, по таксономии, то есть к какому отряду он относится, это та же самая мышь. И мышь живет 2-3 года и умирает со всеми признаками старения. У нее искривляется позвоночник, болезнь Альцгеймера, одна самая очень похожая вещь, нейродегенерация происходит. Там все-все-все как у человека. Сколько живет голый землекоп, никому неизвестно. Опыт уже идет больше 30 лет, а они все не умирают. И особых признаков старения при этом у них нет. И как им это удается, это абсолютная загадка. И вообще это очень интересный биологический феномен. А с другой точки зрения, это страшно важно, поскольку доказывает, что старение не обязательно даже для млекопитающих. Ну там есть какие-то моллюски, очень долго живущие, те же черепахи. Но это совсем наш близкий родственник, который... Вот у нас есть некие эволюционные соображения, почему он может себе позволить такую роскошь не стареть. Но он существует. И на самом деле, похоже, что человек тоже уже вступил на этот путь. Чисто биологическая отмена старения. И через 500 тысяч лет, миллион лет у нас уже старения, скорее всего, не будет. Ну просто хотелось бы побыстрее. Вас бы легко было упрекнуть в том, что вы занимаетесь, может быть, не самой важной проблемой на сегодняшний день, если бы это все происходило, скажем, за государственные деньги. Но, насколько мне известно, вы привлекли инвестиции. В свое время около 70 миллионов одного из известнейших российских миллиардеров сейчас тоже какой-то фонд помогает вам собирать средства. Это все какие-то инвестиции. Да. Тут еще важно, что это никакие не фонды. На самом деле, у нас все серьезно. Это новое вещество, придуманное из головы академикам. И единственный путь, как оно может оказаться внутри человека, это как лекарство. То есть нужно построить сертифицированное производство. Нужно провести полный цикл клинических исследований. Только тогда можно применять на люди. И уже действительно эта сумма, это не журналистская выдумка? Уже около 100 миллионов кем-то вложено? Нет, все-таки нас вложили поменьше. Общий объем инвестиций где-то порядка 40 миллионов долларов за 10 лет. Для российской биологии это колоссальная цифра. Но с другой стороны, на Западе, а у нас часть клинических исследований действительно ведется в США, потому что там главный рынок, там главные деньги. Вообще считается, что если лекарства нет в Америке, то это как-то не очень серьезно. Это какая-то местечковая такая штука. Ну, есть некие традиции в этой фармацевтике. И мы это прекрасно понимаем. И с самого начала объяснили инвесторами, что мы целимся и туда тоже. Потому что это вещество, оно новое как для России, так и для Америки, и для Германии. И это мы пытаемся использовать. И там в среднем на разработку одного лекарства, нового, вот просто от молекулы до, когда он стоит на полке, это удовольствие стоит где-то миллиард долларов. При том, что мы затратили 40-50, в общем-то мы действуем очень скромно. Но в основном потому, что все-таки основную часть разработок мы ведем в России и в ближайшем зарубежье, и в Белоруссии, и на Украине. И это, конечно, гораздо дешевле, чем американские калифорнийские лаборатории. Но, тем не менее, все нужно делать очень культурно. Это очень дорого, долго. Но в конце концов это получается, да, и возвращаясь к вопросу об источнике денег, это коммерческие деньги. А инвесторы хотят на этом заработать. Тут очень простая логика. Если лекарство что-то делает со старением, то точно оно может помочь при определенных болезнях. То есть старение старением, но оно вполне может быть применять как лекарство от конкретных старческих заболеваний. Вы сталкиваетесь в своем работе или в действии вашего лекарства с такой проблемой, как рак? Да. Конечно, рак вылезает практически у всех биологических существ, кроме голового землекопа, который не болеет почему-то. И тут есть такое понятие «доживание до своего рака». То есть если его побеждать другие причины смерти, как сердечно-сосудистые, инфекционные болезни, а все равно лабораторное животное, его клетки в какой-то момент сойдут с ума и начнутся онкологические заболевания. Мы очень надеялись, что наше вещество поможет бороться и с этой напастью тоже. Это не так. Но нас не очень смущает, дай бог, со всем остальным справиться. Тем более, что в последнее время новые технологии борьбы с онкологическим заболеванием там потрясающий прогресс. И, в общем, я уверен, что скоро это не будет такой прям массированной проблемой. А не кажется ли вам, что многие люди сами и программируют как-то свою жизнь? Потому что, ну, они знают, что вот хорошо бы дожить. Мы опрос даже проводили. Хорошо бы дожить там до 80, а вот самый лучший тост – это пожелать человеку 100 лет. Это считается уже какой-то, ну, перевыполнил все возможные планы. То есть нет ли в этом ни научного, ни медицинского, ну, конкретного вещества объяснения? А это вопрос как бы внутренней человеческой программы. После 60-ти выходит на пенсию и перестает активный образ жизни. Человек программирует себя и выключается. Я, кстати, уверен, что это связано с определенной химией внутри. Это явные какие-то нейрорегуляции. Но это совершенно верно. Типичный пример – вот пожилые профессора, которые могут до 90 лет гонять всю кафедру и держать ее в страхе. Потом их кто-то подсидит, скажет, что вам уже пора на пенсию. Человек, да, уже 90 лет, пора отдохнуть. И такие люди обычно сгорают в течение года-двух от болезни, о которых они даже не подозревали, что они у них могут быть. А у них вот как будто что-то выключается внутри. То есть вы тоже думаете, что есть какое-то вещество, которое… Да, мне кажется, что когда человек ведет вот такую активную социальную жизнь, когда он явно полезен для других людей, вот это очень важный пункт, полезный для других, не только для себя, то что-то в нашем мозге, причем даже есть подозрение где, постоянно посылает сигнал, притормаживающий вот эту программу старения, что ты еще нужен, погоди, ты полезен виду, ты еще нужен вообще человечеству вообще. Это явно происходит через какую-то химию, вот в ней разбираться, но это, конечно, очень сложно и очень долго. Скажите, а если ваши исследования придут к какому-то финалу и появится, скажем, какая-то таблетка или микстура, это будет, ну, наверное, такое лекарство для очень богатых людей? Нет, ни в коем случае. И на самом деле простая экономика показывает, что гораздо выгоднее накормить более дешевым лекарством миллионы человек, чем какой-то супер-мега-золотой таблеткой сотню олигархов. В этой ситуации я и в шутку, и всерьез хочу сказать вам «Бог в помощь». Спасибо. Ну, низкий поклон вашему отцу. Я решил побеседовать именно с вами, потому что подумал, что поскольку мы с вами приблизительно одного возраста, а тех, кому за 80, мы сможем как раз поспредничать и за колесами. Спасибо. Спасибо.